мы начинаем нашу программу диван вопросов от родителей сегодня у нас не просто необычный гость его зовут иван иван меня зовут иван 25 лет живу в нижнем что занимаясь разными проектами супер развлекательной направленности на что квестовым всяким вау круто салитишно расскажи ты сейчас служение чем-то занимаешься или только вот в основном в работе как у тебя сейчас много работы и служение наверно только домашнюю группу сильно ты ее ведешь да или но я веду я не хожу на разные группы понял интересно много групп посещаешь но хожу на одну одну виду ну как бы по классике расскажи пожалуйста чуть-чуть про что такое вообще в целом домашней группы нас не смотрят наоборот нас смотрят много неверующих людей что такое домашняя группа домашняя группа на это место где мы можем собраться небольшой компании поговорить от сердца к сердцу откровенно на какие-то вопросы которые интересуют помолиться за нужны например ну вот по типу да только вот еще без вот всех лишних людей камер свет всех лишь как бы я вот ребят расходимся домашняя такая атмосфера супер но если смотрю давай мы с тобой постараемся здесь собрать мини домашнюю группу чтобы если надо меня там потопить или наоборот спросить какой-то откровен вопрос задавай я для тебя всегда открыт и надеюсь ты также открытыми я обычно задаю своим гостям был ли вам интересен мир но я так понимаю что ты жил в миру до 18 лет правильно расскажите про это время но не то чтобы он не был интереснее как бы просто нем жил и я не знал что есть еще другой мир как бы просто жил и жил до 18 лет единственно что мне как бы смущало можно сказать это то что я всегда как бы хотел нормальную семью целостную чтобы без разводов без всего вот этого потому что извини вот давай в твою семью чуть окунемся как у тебя в семье маресили развелись когда мне было наверное лет пять может быть может быть может 6 вот я всегда хотел как в свою семью чтобы она вот была но крепкой чтобы мы не разводили чтобы особо нормально любили друг друга вот но я не этого не видел я не вот нигде не среди окружения не среди родственников там потому все в принципе разводились не среди друзей и так далее вот на друзья вообще что в принципе в школе что там сидел плютки шли по улицам там как бы да ничего такого интересного вот мне это не всегда бы я это разделял вообще не понимал зачем смысл ты пьешь там вечером то есть ты не уезжал по ездили мера на улице но как бы да не особо интересная штука я не понимал ну что с этим миром не так мне всегда казалось что ну я как будто не из этого времени ну то есть вот пример ты когда читаешь историю ты понимаешь тут люди там ценили слово ты естественно говорил с человеком то он выдержит а как это почему что в твоем детстве такого сыну как бы было что для тебя была важна эта ценность почему как ты думаешь сам есть честно не могу даже как-то ответить на этот вопрос потому что ну потому что раньше развелись как бы отец там выпивал но он работал на работе постоянно и наверно кто занимался занимался наверно только крестных вот тетя вот сестра мамы как бы воспитание там бабушки ездили постоянно и что может как-то среди общения друзей там так далее понимаешь на в принципе был бы хорошо ну просто вот я думаю но это же очень круто наоборот что у тебя были такие убеждения я думаю вот ребята молодые которые нас смотрят или родители как им привить вот это вот убежденность желание с ну быть честным по ну вот говорить слово и держать его как как так да если честно не знаю как это привить я знаю как это появилось наверное мне в том плане что я много видел того как люди не держат свое слово и я много раз видел как люди пьют и до чего это доводит и это во мне воспитала на отторжение отторжение как от алкоголя как от наркотиков как от всего этого собственно как люди говорят себе слово на среднем они не забывают его через день уже вообще против тебя как бы хотят ты вроде ну ты же ничего не поменял все все то же самое и видео вот эти все отрицательные примеры как бы просто возрастало что это отрицание расскажи вот мы сейчас чтобы чуть затронем момент алкоголя твои отношения вообще ну я так понял что она резко негативная к пьющим людям к может пьющим христианам что ты думаешь по этому поводу но я понимаю что есть люди которые напиваются и в хлам ну то есть это как бы само собой это все ведет к разрушению разрушение тебя как самого и соответствие как там семьи окружение твоего и так далее я даже не совсем понимаю людей которые в принципе как бы вот ну такой вот знаешь у тебя была насыщенная неделя пятница ты сидишь в ресторанчике бокал там кута инза но алкоголя но даже вот среди христиан к примеру есть люди которые но время от времени певать я понимаю те которые там со здоровьем какие-то есть вопросы им как бы врачи это назначили то есть там в малых дозах хорошее вино это в принципе полезно то есть это как медицинский факт который но нельзя отрицать а вот те которые могут типа врач не прописал ну то есть ну зачем вопрос зачем и самое как бы наверное такой скользкий момент потому что тема такая всегда как бы она как бы вроде как бы да да и вот это вот не совсем понятно и я всегда вот задаюсь вопросом нот но есть вот и к примеру но может себе это позволить ну то есть как никто не притыкается там среди узкого нового небе и как бы все это круто да то есть но если это как бы в твоих глазах ничего такого ну то есть не иметь никого зла там это не ведет ни к чему плохому то в чем проблема говорить об этом открыто то есть твоя позиция что если ты выпиваешь говори об этом но говоря открыто говоря открыто будь честным но потому что люди в любом случае это рано или поздно увидят я так понимаю что но у тебя есть понимание да по поводу того что такое осуждение откуда поделись в час с нашими гражданами которые нас смотрят что что это такое потому что многие даже этого слова наверно не знаю осуждение да но я просто я думаю все сталкивались с этим рано или поздно когда ты делал что-то не так что не особо нравится людям или обществу и на тебя начинают смотреть как-то странно что-то говорить и так далее я еще один мой личный я так понимаю осуждение а ты осуждаешь лично я не особо как бы вот люблю использовать конкретных людей ну то есть к веру вот мы разбираем ситуацию да с тем самым алкоголем и я просто сторонник того чтобы не называть вот конкретных людей и 0 и того чтобы но это осталось как бы их делом как бы вот то есть это твоя жизнь ты так решил ты так живешь ты несешь отрезан все как бы люди взрослые для себя просто я понял что ну как бы есть моя жизнь я отвечаю за себя и вот мне бы главное вот как ну да для себя писали да что там вот жизнь завершил веру сохранил течение там совершил супер классно расскажу чуть про момент как ты покаялся потому что лично я я очень уважаю таких людей мне это совершенно непонятно потому что я лично доверовать мне непонятно как 18 лет будучи зрелым человеком можно прийти к богу не понимаю реально я это очень уважаю расскажи про это но я говорил о том что я не совсем понимал как бы что происходит с миром до куран катится и так далее и когда я пришел в церковь наверное ну помимо мысли того по дороге пока мы шли о том что это секта что-то непонятное как бы надо прекратить общение с этим человеком с которым я иду после как бы но так я уже дал слово что я схожу мне обязательно сделать а то есть ты кому-то дал слово что ты пойдешь ну да да человеку там мы с ним работали он такой как бы мы все христиане было воскресенье такое слушай я буду на служение церковь пошли со мной вот и что мне наверно коснулся церкви это именно атмосфера атмосфера семьи то есть ее в принципе не было у меня дома но вот там я это смог пережить там такое было ощущение что я как будто пришел домой просто домой как будто вот я где-то был долгое время и вот я вернулся и вот меня тепло встречает то есть вот именно вот это я как-то пережил чуть позже как бы там стал уже молиться разбирать писание как бы больше узнавать бога там съездил там и уже и на выезд нашу никому-то и там собственно уже пережил вот это вот откровение кресте о том кто такой иисус и что действительно для меня сделал на самом деле потому что ну в детстве наверное ну не все как бы людей у которых православные родители всех детей таскают в церковь и что на паспу тебя таскали того когда меня таскали я искренне понимал зачем потому что тебе же нельзя есть с утра ты голодный утром хочешь есть этого я не знал как и как бы ну там особенно когда вот прямо причастие когда проводили то есть винди на кого нужен я всегда задавал с вопросами зачем а в честь минуты и до сих пор да не знаешь честь всего на голодном приходить честно не понимаю вот мы причастие у нас церкви проходит высытой там ну то есть никаких проблем никаких конфликтов с этими вот что наверно так я пришел а сейчас ты как-то с богом взаимодействуешь общаешься но это происходит в течение дня во время молитвы неважно где нахожусь либо утром какая просыпаюсь я стараюсь молиться либо вечером завершать день молитвой то есть там в одном выпуска снова звучит как будто это односторонние какие-то отношения ты молишься и в любом случае это как него что я такой раз 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 выговорился и и все и уснул спокойно ну нет это некий разговор некое размышление наверно внутри когда ты нуждаешься в ком-то совете в правильном выборе решение которым ну ты потом будешь следовать и но я молюсь я спрашиваю совета и собственно я в реча еще ответ до время когда я получаю ответ время когда я слушаю время когда я прославляю время когда вот вот это как отношения то есть ты же не всегда говоришь ты часто слушаешь ты часто именно хочешь услышать собственно и поэтому в молитву то же самое но но всегда разговариваю да да я так но как не вот прям физически услышал как пример как я тебя слышу там вот но не такое а это скорее всего но лично у меня это внутренний такой разговор и я понимаю что то есть некоторые мысли которые я будут не мог додуматься сам ну то есть и делятся него что как и если бы у тебя сейчас была возможность попросить у бога что ты хочешь чтобы это было наверное час я наверное хотел бы иметь вот веру веру подобный то которые имели люди описаны в библии вот эти вот герои которые я читаю я понимаю что это просто это были такие же люди как я а ты думаешь у тебя сейчас ее нет как ну как длину всегда я понимаю что они не всегда то есть я понимаю что там как бы жизнь страна описано кит события в жизни не вот что ты на каждый день описан но тем не менее я понимаю что есть моменты в которых я бы хотел иметь больше веры то есть я бы хотел больше доверять богу каких-то вопросах и делать вот какие-то вещи которые прям вот действительно можно но у тебя есть вера я хочу тебе сказать она есть любом случае не она большая я я просто вот такое получил это все слова как ты думаешь те кто нас смотрит хорошие надеюсь я тоже надеюсь у тебя есть какие-то откровения ты получал когда-то откровение сейчас но вообще в целом за свою жизнь в целом да можешь поделиться каким-нибудь последним откровением которые вот прямо у тебя перевернуло может быть твое понимание отношения последнее наверное одно из последних это по воду семьи тоже размышлял этот и понял что дети как ни крути но они повторяют на жизнь своих родителей потому что днк это такая огромная сила даже если ты не знаешь историю своего там отца либо матери ты так или иначе но ты будешь но какие-то этапы жизни проходить те же самые то есть я просто не так давно ездил к отцу мы с ним разговорились и но он рассказывал про то как он там учился как он не учился как он вот как как в общем как вот он рос и я в принципе увидел в нем свои какие вот этапы жизни то есть вот то что проходил он тоже самое прохожу я и я понял что днк вот кровь она прям реально огромная мы просто как христиане часто используем вот кровь иисуса вот днк и ну порой просто не всегда задумываемся насколько это имеет огромную силу то есть мы говорим да что у нас надо думали это больше связано с днк или как-то это духовным ну как ты ты больше это сводишь к биологическому да или как но это прям вот некие законы они в любом случае как бы духовная то есть которые будут работать наяву и реально через кровь иисуса ты можешь поменять свой днк прям вот поменять жизнь поменять вот все я прям потому что да понимаю что вот так же мои родители я не хочу вот жить примерно но так же как они и просто мы иногда говорим там вот иисус то может изменить вашей мы думаем что вот этот некая картинка в твоей голове от которой вот она вот может произойти хотя по факту это может изменить жизнь которого жили твои родители то есть прям были какие-то проклятия ты раз их останавливаешь потому что кровь иисуса твоя новая днк теперь теперь вот новая жизнь сильно какой бы самый важный жизненный совет ты мог бы вот за свою жизнь за свой опыт ему дать вот прямо сейчас вот на ту камеру ребенку скольки нет не ребенку вообще человеку который может быть просто хочет ищет мудрость быть действительно честным и открытым для людей не для всех но для наставников то есть кого ты избираешь наставников и слушать их и быть открытым перед ним почему потому что именно честность именно откровенность способна тебя вот куда-то направить продвинуть и вообще помочь по жизни плане спасибо тебе огромное